Микс Ньюс. Доброе утро, говорю всем слушателям Радио Болтком, Олег Пеков в студии. И начинается программа «Добро пожаловаться». Мы говорим о коммунальных вещах, коммунальных проблемах. И сегодня в нашей студии председатель правления товарищества «Центр консультаций собственников квартир» и председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И, наверное, реформа, которая сейчас нас ожидает этой осенью, связанная с вывозом мусора в Риге, одна из самых обсуждаемых тем. И для наших слушателей, если будут у вас вопросы, вы смело можете звонить 67212-9399, 67213-9399, или писать, задавать ваши вопросы или комментарии в WhatsApp номер 2306191, 2306191. Не избежать. То есть все уже решено. То есть это реформа, которая, я понимаю, что приведет к увеличению все-таки стоимости этой услуги обязательно будет проведена в жизнь. Вообще не избежать очень интересная постановка вопроса, потому что не избежать чего? На сегодняшний день не избежать то информационного давления, которое оказывается на обслуживающей организации с требованием заключить договор с новой организацией, при том, что правила Рижской думы, предусматривающие правила работы новой организации, еще не утверждены. То есть по факту на сегодняшний день, что мы наблюдаем, мы наблюдаем две вещи. Первое. С рынка вытеснены две компании, которые работали, осталось только две компании по вывозу мусора. Причем хочу обратить внимание, что вывоз мусора до этого был лицензирован. То есть там не всякий, кто имел технику и мог вывозить мусор, мог работать, должен был иметь лицензию. Значит, а вот новая компания Терига, она, кстати говоря, не должна иметь лицензии, потому что она не вывозит мусор, а делает нечто другое. Что трудно понять. Я бы сказал так. Значит, мы на сегодняшний день не имеем обязательных правил, но вынуждены, я буду говорить о своем личном опыте, вынуждены заключить договор с Терига на тех условиях, которые они поставили. То есть на самом деле компания, которая обслужила нас до этого, она сказала, что в связи со всеми этими грядущими переменами, она уходит с рынка, и с 15 сентября она отказывается нас обслуживать. То есть они ушли с рынка. Или их ушли, то есть получается... Ну, я хочу сказать, они ушли. Почему они ушли, вы можете задать им вопрос. Это первое. Второе. На сегодняшний день я вынужден заключать с компанией, которая договор представляет, и там записано, что на основании правил Тереморгической думы и так далее, хотя правил таковых нет. А как они объясняют? То есть вот пункт есть... Они ничего не объясняют. Они ничего не объясняют. Они объясняют очень просто. Если вы за две недели до 15-го числа не заключите с нами договор, то у вас вывоза мусора не будет. А тут же со стороны Тереморгической думы звучит информация. Если у вас вывоза мусора не будет, то мы вас будем штрафовать. Все. Значит, правил нету. Договор заключен. Договор заключен несправедливый, я сразу скажу, потому что это давление и договор несправедливый. Но я бы вернулся к самому началу исходному. Значит, предметом вывоза мусора, вернее, вывоз мусора исчисляется в кубических метрах. На Гетлине, значит, получается цепочка такая. Значит, кто-то вывозит мусор в кубических метрах, а Гетлине принимает в тоннах. Да, тут как-то очень... Очень интересно, какая диссертация была бы защищена на тему, как кубические метры, ну, допустим, какого-то там легкого мусора привезти в тонн. Это первое. Второе. Какого мусора? Тот, который в контейнере, или тот, который в мусоровозе? Потому что в мусоровозе мусор по объему сжимается до шести раз. Здесь тоже вопрос большой. На самом деле, на сегодняшний день договор заключенности ВИГа, я считаю, абсолютно несправедливым. Это с использованием, не знаю на каких основаниях, но колоссального положения доминирующей компании в городе, потому что за все отвечает клиент. Обеспечить подъезды к мусорникам, отвечает клиент. Если водитель мусоровоза решил, что он не смог подъехать к мусорнику, потому что, например, на дороге стояла кратковременная скорая помощь, ну, я условно, у меня был в практике такой случай, значит, клиент отвечает за это, но при этом оплачивает стоимость невывезенного мусора. И мы можем идти по, значит, из таких ярких примеров договора, компания-поставщик услуги может сама менять график вывоза, потому что если ей захотелось, а что значит поменять график вывоза? Мы на этом останемся чуть попозже. И если по техническим причинам она не смогла осуществить вывоз, то она не виновата. То есть полный такой вот расслабон, я бы сказал, с точки зрения бизнеса, полный расслабон. Смогли – сделали, не смогли – не сделали, но заплатить мы должны плановую сумму. То есть что значит плановая сумма? Это второй такой очень важный аспект этого договора. Допустим, мы, имея некую статистику и некоторый опыт, можем, ну, условно сказать, сколько контейнеров у нас заполняется за какой период. И, соответственно, мы просим компанию, которая предоставляет нам эту услугу, установить определенное количество контейнеров определенного объема. Но что было до этого? Когда была конкуренция, когда было какое-то взаимопонимание на рынке, было вообще сотрудничество немножко, а не только диктат. Значит, мы, понимая, что обе стороны, понимая, что предсказать возникновение мусора, заполняемость контейнеров с точности до секунды невозможно. Бывают периоды, когда они не дополняются, а бывают периоды, когда они, ну, вдруг веско, скажем, ну, это может быть предпраздничать. Да просто человек поменял там что-то в своей квартире, у него появилось масса лишнего. Он это выбросил и заполнил сразу и выбил тебя из статистики. Поэтому до этого у нас была договоренность с компанией о том, что на площадке ставится, ну, условно говоря, 6 контейнеров, а вывозится 4, а 2 стоят на тот случай, чтобы не было переполнения, чтобы в этом случае можно было. А платим мы за вывоз из 4 контейнеров. При том, что сейчас нет, сейчас сколько контейнеров на площадке, столько ты заплати, неважно, подъехала. Получается так, я немножко, может быть, сгущаю краской, но, по сути дела, неважно, подъехала машина или нет, ты должен заплатить по графику за все, не вывозы, а подъезды машины. То есть я немножко не понимаю, это услуга все-таки по вывозу мусора, по обслуживанию мусора или это услуга по транспорту. Но если они, это три разных услуги, то тогда, может быть, именно цена должна быть разной. Это первое. Второе, относительно цены. Но я приведу на примере своего кооператива, к чему привела эта реформа. До 1 января этого года у нас цена в вывозе мусора без НДС составляла 10 евро кубический метр. После того, как приняли какой-то налог там, повышение налога, пришли представители компании и сообщили, что, и более-менее на выкладках показали, что более-менее справедливая цена 13 евро. И пришла Тейвига, которая сказала, что справедливая цена 17. То есть мы, когда говорят о том, что рост цены на 2-3% или на 9%, то я думаю, что это такое искусственное сообщение, где, скажем, к середине лета кто-то из тех компаний, которые выиграли конкурс, посчитали, что справедливая цена 16, потом сказали, ну что там на 9% от нашей справедливой цены. Хотя такой цены, я думаю, практически в городе не было. Следующий очень странный момент. Заявлено как о неком социальном благе, что теперь для всех жителей Риги тариф единый. Подразумевается, что, естественно, что до Гетлине доехать из Иман, это гораздо более дорогое и долгий путь, нежели, скажем, из Дрелинии. И поэтому все-таки была конкуренция и было все-таки поддерживание тарифа с учетом того, что транспортные расходы по обслуживанию мусора не одинаковы для разных районов. Теперь сказали, что это будет лучше всем и всем подняли цену. В несколько раз тем, у кого была низкая цена и на немного для тех, для кого она была дорогая. Ну и в чем здесь смысл? Я хочу, я к чему так долго говорю на эту тему. Жители должны понимать на сегодняшний день, что в принципе цена на вывоз мусора поднялась практически вдвое. Ну, 70 получается процентов, 10 евро и 17 евро, это 70 процентов. Ну, 70 процентов, да. У нас просто есть звонок, очень давно человек дозванивается. Здравствуйте, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я еще хотела Сергея добавить в отношении договора, который представили для подписания. Он очень некорректный, размытый и, в общем-то, не оговаривает очень важные моменты, которые важны для жителей. Например, там нет ни одного слова, о крупногабаритном мусоре, который тоже будет накапливаться, и как его будут вывозить, и что с ним будет. Например, раньше, в 97-м году, Пургайлис подписал стоимость одного куба мусора и расписал полностью, какие же туда входят позиции. Скажем, закупка нового контейнера, установка контейнера, ремонт контейнера, амортизация контейнера и плюс стоимость и плюс расходы на крупногабаритный мусор. То есть они в то время вывозились бесплатно. Как и в настоящее время нам вывозила эко-балфеевида по нашему договору. Затем ни слова не сказано о сортировке, хотя преподносится, что это что-то новое и что это будет делаться. Значит, как будет все же эта сортировка происходить. У каждого дома будут стоять контейнеры или, как говорят, построят 12 площадок и тогда жители должны думать, как добраться со своим мусором до этой площадки, чтобы туда его поместить. Затем очень важный вопрос. Если что-то случится, мы берем ответственность за сохранность контейнеров. А сколько этот контейнер будет стоить? А как? Сколько он простоит на площадке? Как жители будут оплачивать, если кто-то подождет? Вот мы, например, когда принимали эти контейнера, мы уточнили стоимость каждого контейнера. Попросили, чтобы нам указали, а сколько он может служить. И тогда, если что-то случится, то каждый год скажем, эта телега должна их амортизировать и оплатить только хотя бы частично стоимость этих контейнеров. Так, теперь, что я еще хотела сказать. Каждая машина, которая собирает мусор, имеет пресс. Вот, погрузили контейнер, спрессовали, и вот это справедливый объем, а не то, что лежит в контейнере. То же самое с крупногабаритным прессом. Давайте прессовать и смотреть, сколько же на самом деле там этого мусора. Ну, я не знаю. Я считаю, что вот альянс предместник города Риги правильно призывает жителей не заключать договор, пока не будут утверждены новые правила Рижской думы. И, может быть, даже стоит поручить юристам рассмотреть корректность этого договора и сделать в нем исправление, которое все же как бы хотя бы равнозначно были полезны и жителям и предприятию Тирига. Спасибо. Спасибо большое. Да, тут очень много вопросов сразу, по которым можно, вот по поводу и амортизации, действительно, контейнеры получается, что за сохранность этого контейнера опять-таки ответственность несут жители, если какой-нибудь хулиган там условно говоря его поджег, то придется выплачивать полную стоимость, даже если это произойдет через 10 лет и уже контейнер... Никто не знает сколько. Должны выплачивать. Я здесь еще раз повторюсь полностью согласен с моей коллегой Татьяной, тут совершенно четко прописано, что никто ни за что ни с той стороны не отвечает. Я в свое время, когда они первый раз вариант мне этого договора дали, я написал так, давайте обследуем подъезды к каждому участку, если где-то необходимо, какие-то дорожные знаки или что-то перенести, составим акт, что обеспечен подъезд к данному контейнеру. не может домоуправление отвечать за нарушителей правил дорожного движения, за неправильно припаркованный автомобиль, за, я не знаю, там еще какое-то препятствие, на которое кто-то где-то поставил. Причем здесь обслуживающая организация, и причем здесь, а и почему вдруг в этом случае, если шофер, а у меня были неоднократно такие случаи, мусоровоза показал, что подъехать нельзя, или ему там вот что может зацепиться, он уезжает, поставив отметку о том, что ему мусор вывезет. Дальше получается, как этот график восполняется, о чем тоже я им написал, что там периодичность, ну вот если у нас через день вывоз, ну каждый день вывоз мусора, то должна быть периодичная машина, должна подходить через 20 часов. Почему это важно? Потому что если так, они пишут в своем договоре, что если в результате пробок машина не успела вовремя, она подойдет, значит, тогда, когда сможет. Когда сможет. У нас неоднократный случай, в 8 вечера подходит, контейнер переполнен, они, значит, там чуть ли не штрафуют за то, что он переполнен, хотя должны были в 11 утра, загружает, и в следующее утро, в 8 утра они уже приезжают по второму. Платишь за воздух. И сейчас меня удивляет, почему те же самые компании, которые входят в это вот новообразование, могут учитывать вывоз мусора в городе Юрмале по весу, а у нас по объему. А в Юрмале по весу все это? По весу, все контейнеры маркировые имеют свой там чип, штрихкод имеют свой, подъезжает грузовик, той же самой прекрасной Киклинер, на нем находится прямо грузовик оснащен весами, он поднимает контейнер, взвешивает количество, объем мусора и выкидывает, и забирает, все. Проблемы никакой? Возможно, это дороже, возможно, это дешевле, но, по крайней мере, здесь критерий понятен. На свалку идет в тоннах, здесь уходит в тоннах. Спрессован, не спрессован, это, конечно, важный вопрос, но, опять-таки, спрессовать кубометр картона и спрессовать кубометр, скажем, настоящих бытовых отходов, типа, ну, так, полупищевых или чего-то, это по весу совершенно разная вещь, что уделенный вес куба будет. Но, справедливо, тогда одна цена везде, по всей цепочке установлена одна цена. таких моментов несправедливо. Договоры порядка, ну, 30, примерно. С ума сойти. Да, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Хотел, спасибо вам большое, во-первых, Сергей, за то, что вы хоть рассказываете, что происходит с этим новым договором с вывозом мусора, потому что, ну, я веду хозяйственную деятельность как предприниматель, и также, естественно, мы сдаем эти отходы через Ригу Снамуфар, вот на их простые жители. Так вот, я сейчас столкнулась с тем, что как предприниматель я даже не могу нормально перезаключить договор, потому что на сайте Клинер, значит, указана ссылка, которая не работает, дозвониться от Риги невозможно, они ничего, не хотят рассказывать, они мне говорят, значит, вы не переживайте, пожалуйста, мы вам будем вывозить этот мусор по старому договору, хотя вы сейчас говорите, что с 15 сентября вообще весь вывоз мусора по старым договорам прекращается в Риге, и кроме всего прочего, я уже на самом деле не знаю, как с Клинером бороться, по поводу заезда на территорию, у нас есть такая опция, как автоматические ворота, да, то есть, ну, нужно позвонить, ворота откроются, и когда, естественно, звонят мусорщики, у них есть номер телефона, на воротах есть номер телефона, мы открываем, мусор по правилам Лежской думы должен вывозиться по старым, не меньше, чем два раза в месяц, к нам машина приезжает если раз в шесть недель, то это очень хорошо, Клинер говорит, что нет, я специально нахожусь в тот день, когда должен вывозиться мусор на месте, естественно, мусорщиков нету, как им вообще что-то можно доказать, это первый вопрос, и второй вопрос по поводу сортировки мусора, просто буквально в пять отцу стояла и плакала, жалко, не было с тобой телефона, только рассортировала весь мусор, раскидала по контейнерам, которые в Голдерае стоят, возвращаюсь с собакой, вижу, что подъезжает машина того же Клинера или Ридос Свидос Сервис, как-то так называется, и все эти отходы сваливают просто в одну кучу, рассортированный по контейнерам, пластик, стекло, питон, картон, все выливается в один пресс, вываливается, и прекрасно все это прессуется и вывозится вместе, вот зачем тогда это делать, спасибо вам большое, спасибо. Ну, как бороться, я не знаю, потому что у меня тоже самая проблема, я бы обозначил свои претензии к договору с этой ТВИГой, о том, что не могут быть односторонние мнения по поводу мог подъехать, не мог подъехать, переполнен контейнер, не переполнен, ну, все вот эти вот дефектации, я им написал совершенно четкое возражение, что, пожалуйста, двухсторонний акт, мы обеспечим немедленное появление там в течение пяти минут, если вы обнаруживаете нарушение своего представителя и будем, ответа нет, точнее, не ответа нет, я получил на все свои там 30 замечаний, получил очень обширное письмо, в котором все ответы сводились по каждому пункту однообразно, есть законы обслуживания отходов и в общем все, причем я могу сказать, что компания ведет себя так, как будто латвийское законодательство только частично на нее распространяется, я хочу напомнить, что в законе об обслуживании жилого фонда есть, по-латыски, это звучит, по-клопаминаме, пиццы, шумаи, с устрощами и перечислены три основные услуги, без которых фактически, ну, невозможна эксплуатация жилого дома, это отопление, водоснабжение и канализация и вывоз мусора, то есть, это три услуги, которые порядок оплаты и заключения договоров регулируются в том числе и законом о кварталово обслуживании жилого фонда, и там четко написано, что обслуживающая организация, что там четко написано, что эти договора заключаются от имени общности собственников квартир, никак не от имени обслуживающей организации, обслуживающая организация там прописана, если есть на это полномочия, то она является просто посредником, сейчас нас делают стороной, то есть, мы виноваты, то есть, это обслуживающие собственники, не те, Те, кто получает эту услугу и обязаны ее оплатить, а обслуживающая компания виновата, сразу априори. Это первое нарушение. Второе нарушение. В этом же законе написано, что возможны два способа оплаты. При помощи посредника, то есть как представители общности, если у нас есть на то поручение, мы обязаны заключить договор. Если у нас есть решение собрания о том, что нам поручено заключить договор о вывозе мусора, потому что собрание может получить любому собственнику, любому лицу. И второй момент. В этом законе предусмотрено, что возможны прямые расчеты между населением и этой компанией. Минуя посредника. Да, совершенно верно. Это специальная норма закона. И как минимум, компания Тирига должна была объявить стоимость, не скажу стоимость, но условия, при которых и как будет заключаться такое, выполняться такая норма закона. Когда я им об этом указал, они меня послали очень далеко и за грибами. Здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, господин Сидорко. У меня немножечко будет другой вопрос. Я по поводу того, что наша обслуживающая компания СИА два раза в мае делала собрание. Кворума не было, но с мая месяца они у нас были брать за фонд, не имея кворума ни на одном и ни на втором. Отчет за проделанную работу они нам тоже уже не дают несколько дней, несколько годов. И сметы на ремонт, как они сказали, собирают на крышу, тоже нет. Вот куда нам обращаться? И многие жильцы отказались платить, потому что мы не знаем, это все, как говорится, по-темному. И теперь они, значит, вот я лично не плачу этот взнос в фонд, и мне они начисляют пение. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться? Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо. Как-то не могу вас порадовать, некуда. Некуда. Нету такого органа, который кроме суда, который рассматривал бы подобные споры. То есть в конечном итоге такой спор может быть рассмотрен только судом. Потому что организация, которая бы надзирала за этим процессом и выносила бы какие-то вердикты, ее не существует в природе. У нас разрываются телефоны и линии. Здравствуйте, пожалуйста. Вы в эфире. Доброе утро. Да. У меня вопрос несколько другой, наверное, по поводу заключения договоров сдачи на корпоративах. То есть у нас есть сдача, на которую мы выезжаем, в лучшем случае, в месяц, в году, наверное, до сезона. Как я понимаю, сейчас заключение договора с компанией, вывозящей мусором, он обязательно. Да. Насколько есть в отворце заключить сезонные договоры какие-то, или насколько могут меня обязать заключать этот договор на собственность, который находится у дачного участка? Если у меня заключен договор на квартире по вывозу мусора, но не у меня конкретно, а у обслуживающей компании, как эти дела теперь будут регулироваться? Спасибо. Спасибо. Но эти дела и раньше регулировались, и сейчас регулируются совершенно однозначными правилами местного самоуправления. То есть здесь вам надо смотреть, если у вас... Вот Рига требует, чтобы все собственники квартир заключили договоры, или собственники недвижимости, и еще и юридические лица, которые являются, ну, скажем так, условно-производителями мусора, они должны заключить договора с рижской управляющей компанией на обслуживание этого самого мусора в Риге. И там, собственно говоря, объем услуги оговаривается на не меньше одного раза в месяц, как сказала радиослушательница. Если мы с вами говорим о локальных таких вот вещах, то, насколько я в курсе, вот, допустим, я знаю, что у меня там есть участок в Волгинском Погасте, так там сказано так, или кооператив дает документы о том, что он обеспечивает мусор, вывоз мусора коллективно, или каждый владелец участка должен заключить договор, и ты боишься, что от этого никак нет вероятности. То есть вот если, ну, я понимаю, что у человека там он приезжает на один месяц, и у него, может быть, эта услуга требуется, ну, только один раз за весь сезон, это возможно? Есть в каждых этих сайстах, так что в НОТЭКУМе есть свои условия, я, к сожалению, по дачным сейчас ничего больше не скажу. Заключать надо, но надо договориться с самоуправлением. Если у вас летний дом, то, наверное, что-то в правилах самоуправления должно быть. Потому что там иногда ведь бывают ситуации, когда этот летний домик, господи, там приезжают просто, ну, оставить вещи там, чтобы пойти на море, ну, то есть там какой-то маленький совсем домик, и мусор буквально можно, ну, не знаю, в пакете увезти с собой там в город или как, ну, то есть там мусор, мусора практически не образуется, там, вот эти все вот моменты. Видите, там есть два варианта. Я, насколько понимаю, у нас же в Агосте есть два варианта. Первый вариант, ты заключаешь договор на постоянную, и тебе дают контейнер, и там машина подъезжает с какой-то периодичностью. Второе, ты можешь купить специальные мешки для мусора. Это тебя освобождает от необходимости, если ты сезонный, тебя освобождает в этом случае от необходимости заключать постоянный договор. То есть ты купил, это покупка этих мешков, она регистрируется в самоуправлении. Значит, ты купил, ну, и у тебя по мере наполнения ты выставляешь места там где-то рядом с общественной урной или по маршруту этой машины, и она обязана забирать, там, в Риге этот мешок стоит, допустим, 10 мешков 21 евро. Ну, да. Потому что, ну, там, условно говоря, там съели два йогурта, там, вот, весь мусор за день, то есть там пока... То есть, ну, контейнер, кажется, вроде бы, ну, куда вот для такого рода объемов мусора? Ну, значит, вот покупайте эти вот мешки, покупайте эти мешки в этом случае. Здесь есть, понимаете, здесь... Я могу ответить так, я понимаю прекрасный вопрос радиослушателей. Я, допустим, живу достаточно много времени на даче, но вожу свой мусор в Виге. Кто-то не возит, кто-то бросает на месте. Каждое самоуправление хочет быть уверенным в том, что все-таки этот мусор обслуживается. Это раз. Второе, ну, абсолютной справедливости в нашем деле нет. Могут быть общие принципы, если выдерживаются общие принципы по отношению ко всем, имеешь участок, ты должен доказать, что ты мусор не выбрасываешь у ближайшей сосны, ну, значит, придется выполнять эти требования. Возвращаясь к предыдущему вопросу радиослушательницы относительно куда и что, вы вправе, я думаю, что первое основное право, которое у вас есть, это поменять обслуживающую организацию, а дальше потребовать от нее подробнейших отчетов и при помощи новой обслуживающей организации, которая, я надеюсь, будет более благожелательно к вам и более хорошо сотрудничать, просто добиться ясных ответов. Относительно платить, не платить за ремонтный фонд, здесь очень много вопросов. Если нет решения собрания, то платить в ремонтный фонд не обязательно. Это совершенно точно, это прописано в законе о квартирной собственности. Если обслуживающая компания обнаружила, что у вас тот же самый ремонт крыши является неотложным ремонтом, то есть он предотвращает аварийную ситуацию, разрушение конструкции и сама за свои деньги выполнила этот ремонт, то вам, вы обязаны его оплатить. Здесь много нюансов, поэтому нужно смотреть на это все очень холодным, трезвым взглядом, но не платить, не скажу, что это лучший выход, а кто отремонтирует вашу крышу, кто должен ее отремонтировать, если она у вас действительно в плохом состоянии. Вопрос о смете, он очень интересный, потому что обычно жители хотят так, перед тем, как принимать решение, дайте мне смету. А у меня сразу встречный вопрос, разработка сметы стоит денег. Никто бесплатно хорошую смету разрабатывать не будет. И вот начинается, хотя известны средние рыночные цены для каждого вида, там, ремонта кровли, там, или это волнистая кровля, или это плоская кровля, или это еще, там, другая кровля, но в этом случае нужно ориентироваться на здоровый смысл, что сначала примите решение, что вы будете делать, каким способом вы будете делать, откуда возьмете деньги, а потом уже требуете, когда вы решили вопросы финансирования и самого факта производства работы, обработать, тогда уже требуете смету, тогда вам строители придут и создадут смету, которая будет актуальна. Еще надо учитывать, что срок жизни сметы в 2-3 месяца, после этого ни один строитель уже к этой смете не вернется. Зачем ему штамповать на будущие годы какие-то, ну, вот такие документы? Я напомню, что председатель правления товарищества, центр консультаций собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко в нашей студии, программа «Добро пожаловаться», и вот спрашивают наши слушатели, можно ли узнать у господина Сидорко о рейтинге обслуживающих компаний по Риге, кто более ответственный? Где вот можно найти такую информацию? Я видел только на одном сайте, но там был очень интересный сайт, где высокий рейтинг имел тот, кто держал этот сайт, а все остальные имели отрицательный рейтинг, поэтому нету такого рейтинга. Вообще вопрос это очень такой индивидуальный, то есть если люди думают о том, что они найдут какой-то абсолют, ну, вряд ли. Я думаю, даже выбор обслуживающей компании, он только на время может быть удачным, потому что со временем меняются цели, задачи, меняется состав собственников, и иногда, даже при том, что компания по прежним стандартам работает хорошо, она может не удовлетворить уже новые или повышенные, или пониженные запросы собственников. Поэтому вам надо смотреть на это удобство так, смотрите сами. Поймите, что вам нужно, что вы хотите, и ищите соответствующего исполнителя. Тут другого рецепта, какого-то нету. Ну вот мы, возвращаясь к вопросу о мусорной реформе, получается ведь так, что как будто бы в законе прописано, что это должно быть головной болью, прежде всего, собственников жилья, и меньше касаться обслуживающей компании. А на деле получается, что сейчас ситуация складывается так, что крайними оказываются именно обслуживающие компании, которые несут всю полноту ответственности. А собственники-то, ну, как будто бы даже, может быть, не задумываются до тех пор, пока они начнут получать счета, ну, вот, с более высокими суммами. Ну, во-первых, это трудно задумываться обо всем. Я бы сказал сразу, и не видя реального счета, ты ничего сказать не можешь особенно. Это первое. Второе, все-таки, меня немножко настораживает, вот, что произошло. То есть, было четыре компании, была конкуренция. Если одна компания начинала шарить, то ты мог начинать движение в сторону другой компании, и либо здесь ты достигал взаимознанного понимания, либо ты уходил в другой. Было шевеление на рынке, и был более-менее баланс. У тебя появилась одна организация, которая сама на сегодняшний день, насколько я понимаю, кроме того, что она будет получать деньги, ничего не делает. Она сама не вывозит у нее, она и не должна вывозить, она чего-то будет там обслуживать. Чего обслуживать, где вопрос достаточно туманный. Следующий вопрос. Говорится о том, что будет сортированный, значит, сортированный мусор будет вывозиться бесплатно. Я очень сильно обращаю внимание радиослушателей и собственников квартиры жителей Риги на то, что сортированный мусор, то есть тот мусор, для которого предназначены контейнеры для стекла. И, насколько я понимаю, на сегодняшний день второй вид контейнера, туда вся упаковка идет. То есть картон, бумага, пластмасса, все вот это вот, что не стекло, не упаковка, идет в контейнер, вывоз который оплачивается. И вот этот вот остальной мусор, это вот, а еще раз повторюсь, стекло, вернее, пластмасса, картон, бумага, это второй контейнер. И там, по-моему, все-таки металлические какие-то, но вот металлические крышечки, там что-то вот это. Сейчас, насколько я понимаю, эта компания поставила цель такую, что они вот стекло, сортируют отдельно стекло, пластмассу и бумагу, и остальной мусор. Все. Металл, все остальное пока идет в тот большой мусор, а здесь это идет вот именно это. Может быть, будет более подробное разъяснение. И вот стекло, пластмасса и стекло, стекло, пластмасса и картон будут вывозиться бесплатно. Если мы посмотрим, что в городе Риге установлен тариф на вывоз кубометра, то наибольший объем занимает именно эти позиции. Это пустые бутылки, предбутылки, это бутылки из-под бытовой химии, это картон, это всевозможные упаковочные материалы, типа там, в спине у этого. Пенопласт. Пенопласт и так далее. Значит, я могу сказать так, первым ответом, который должен быть этой компанией, нужно пойти ей навстречу и максимально сортировать мусор. Я призываю всех, возьмитесь всерьез, поймите, это вопрос вашего кошелька, причем не маленький вопрос. Это уже не копейки, это уже как минимум несколько евро, если не десяток евро, особенно если там в квартире проживает большая семья, то это серьезнейший вопрос. Поэтому на самом деле первое, чем мы должны ответить, это тщательная сортировка. Я вчера специально, ну, вернее, не вчера, а в пятницу специально обошел вот на своем контейнерной площадке у себя, но стоит контейнер для бутылок, стоит контейнер для картона, и рядом стоит контейнер для общего мусора, и сверху лежат просто вынутые из пакета пустые бутылки и несмятая коробка из-под обуви. Это объем. Это объем. У нас просто разрывается телефон линии. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Меня интересует, вот, кто стоит вообще за этой компанией? Не шкинул ли там, не затаился? Или кто-то, может быть, из сильных мира всего? И как можно подать в суд на такой договор, который вообще ущемляет все права людей? Вот примерно хотелось бы об этом говорить. Спасибо, спасибо. Ну, то есть, вот я понимаю, вопрос такой, можно ли все-таки, опять, вот с чего мы начинали, избежать вот заключения договора, ну, то есть, вот каким-то образом, оспорить, оспорить. Избежать, понимаете, вопрос такой, что, я бы разделил здесь вопрос на две позиции. Первая, какая мне разница, кто вывозит? Одна компания, две компании, три компании. Мне важно, чтобы была, или я думаю, любому жителю Риги, важно, чтобы была понятная цена, я не говорю, справедливая, она должна быть понятная, как вот в начале моей коллеги Татьяна говорила, что там раскладки все есть, что за что и по чем. Чтобы должна быть понятная цена и должна быть высокая договорная дисциплина, обоюда, обязательно для обеих сторон. Тогда, ну, вывозят там компанию X или XXL, ну, какая мне разница, да? В том числе, я не исключаю того, что какие есть какие-то другие стратегические цели по переработке мусора, что очень актуальный вопрос. И для нее нужно там, допустим, делать какие-то накопления. Я не считаю, что серьезно сегодня аргументируют то, что цена повысилась, потому что у нас со следующего года будут бегать экологические грузовики. Смешно. Потому что экологический грузовик дает экологически высокие показатели на оптимальных режимах работы. А не тогда, когда он на пониженной скорости трется между там узких внутриквартальных улочек и выкидывает то же самое количество, скажем, вредных веществ. Да еще к тому же, поскольку наши внутриквартальные дороги не приспособлены для моно... Ну, вообще не рассчитаны на многотонную технику, ломают все бордюры, поскольку они продраться не могут из-за там стоящих машин и так далее. Ломают асфальтовое покрытие и так далее. Ну, о чем мы говорим? Это забота об экологии. Ну, заботитесь, поставьте электропогрузчик, вывозите контейнеры на границу микрорайона и там его там ставьте, прессуйте, подходите, сразу вот этот вот вредный транспорт будет намного меньше, если вы так сильно заботитесь. Подать в суд... На самом деле, мы на сегодняшний день, я не знаю, каким образом, но все конкурсы, всеми надзорными организациями признаны законными. Сегодня только единственное, что осталось надежды на совет по конкуренции, который может оценить доминирующее положение на рынке, то есть использование доминирующего положения на рынке компании Терига и при этом признать договор справедливым, несправедливым и заставить их его, собственно, поменять. На что мы все и надеемся. Я так понимаю, что каждая обслуживающая организация в кармане держит уже запас юридических действий, чтобы как только откроется это окно возможности, дело в том, чтобы начать дело против доминирующего положения, необходимо, чтобы оно наступило. А наступило оно тогда, когда вступит в силу договора. И вот здесь вот мы... Пока время ожидания еще. Да, насчет того, что не заключать договор, если у вас обслуживала Клиенер или Экобалтия, которые остались на рынке, то они по факту могут вас продолжать обслуживать. Но в моем случае наша компания ушла. Рига Спилс и Рига Сервис, она ушла. А перезаключить с Клиенер вы не можете? А они отказались. Они отказались. Когда я начал бегать туда и говорить, давайте, ребята, заключим договор. Нет, мы не будем, пока вот будет и Рига, и тогда все там. То есть достаточно большой ряд клиентов, которые оказались под обслуживанием не тех, условно говоря, компаний, они сейчас попали в такую очень сложную ситуацию. И я не абсолютно вот в следующий понедельник, это день часа икс, я абсолютно не уверен, что у меня будет все гладко. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сделайте чуть-чуть потише радиоприемник, вы услышите все в телефоне. Добрый день. Я бы хотел обратить внимание на следующее еще. Вот вы упомянули в дачных участках, здесь на радиослушателе вы обсуждали, на несправедливость, которая существует при заключении договоров вот в этих мешках. Вас обязывают на сезон как бы купить вот пакет этих мешков, и вот как правильно заметили, объем мусора такой, что вы их за сезон не используете. А на следующий год вас обязывают купить опять этот же комплект. Допустим, вы купили там эти 20 мешков за сумму там 20 евро, а использовали 5 штук. Значит, компания, получается, торгует полиэтиленовыми мешками по цене 2 евро штука. То есть было бы правильно, если бы мешки с маркировкой этой компании имели обращение и в следующем году. Значит, получается, торговля воздухом. Ну, где-то что-то получается, мне трудно это комментировать. Мне трудно это комментировать, потому что если вы коснулись вопроса мешков, я могу задать другой вопрос. Была очень большая компания со стороны Министерства защиты окружающей среды и регионального развития о том, что вот в магазинах полиэтиленовые мешки, это вред, это ужас. В общем, целый кошмар. До чего докошмарили? То, что мешок стал стоить 20 центов, а бумажный 10? А в итоге у меня вопрос, а кому идет разница? Себестоимость изготовления такого мешка, наверное, где-то 1 сотая цента или 1 десятая цента. А кому идет разница? Я понимаю, что торговля полиэтиленными мешками в данном случае была государственной монополией и это шло в качестве взноса в казну для того, чтобы защищать или утилизировать тот же полиэтилен собирать. Но я боюсь, что если копнуть дальше, то это все сверхприбыры остаются в магазине и вся эта борьба, она превратилась в то, что, ну хорошо, давайте тогда бы компенсировали за счет увеличения пластмассовых мешков, то снизили бы стоимость бумажных. Ничего этого не происходит. Так и здесь, я думаю, что очень многое, что еще требует очень сильного работы. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, господин Сидорко. Приятно, что вы вышли из отпуска. Спасибо. Вы знаете, вы, наверное, не поняли, эти мешки стоят не 20 центов, а, как я поняла, молодого человека или вообще, который позвонил товарищ, они 2 евро стоят. Это очень большая цена. У нас тоже в Юрмале они очень дорогие. Выгоднее, мусор вывозить в контейнеры. Спасибо. До свидания. Спасибо. Нет, я все прекрасно понял. Я знаю, что, ну, в отличие от, я говорил о мешках в супермаркетах для продуктов, а вы говорили, молодой человек мне позвонил насчет вывоза мусора. Но принципиальная разница в том, что в супермаркете платится за то, что высокая цена за тем, чтобы вы их не покупали, а здесь вы оплачиваете не стоимость мешка, а стоимость вывоза. То есть мешок 100 литровый, предполагается, что вы его плотненько набьете, 10 мешков это как раз таки рассчитано на вывоз кубометров мусора. Несправедливость в том, что говорил молодой человек, в том, что невозможно использовать все мешки. Ну, на следующий год. На следующий год тоже, они уже, они маркированы, они на следующий год не годятся. Вот в этом несправедливость, на это надо поднимать вопрос в своем самоуправлении и там проявлять активность. Я думаю, что вполне можно это сделать. Ну, вот несколько вопросов практических. При отсутствии кворума на собрании владельцев квартир можно ли принять постановление через опросные листы? Вообще собрание это не фетиш, это процедура, одна из процедур принятия решения. Законом предусмотрены две процедуры. Первая это путем очного собрания и вторая путем опроса. Обе процедуры очень строго и очень красиво прописаны в законе о квартирной собственности. они полностью равнозначны. То есть, да, создаете анкеты, оповещаете об процедуре опроса всех в соответствии с процедурой предусмотренной законы, собираете подписи жильцов на анкетах, я подчеркиваю, не просто так на опросном листе, а на анкетах. И человек подтверждает, что он за или против данного решения. Это совершенно законный способ. И еще один вопрос, какова средняя оплата за обслуживание домов по Риге, спрашивает. Где-то, я полагаю, что колеблется от 0,45 до 0,50 центов для серийного жилья. Я подчеркиваю, это для серийного жилья, потому что есть еще и старый жилой фонд, есть и новый жилой фонд, и там цены отличаются. Но так где-то колеблется от 0,45 без ПВН до 0,50 центов сегодня. Ну что, у нас буквально осталось минута полторы до конца программы. Если подводить итоги, то получается, что 15 числа через неделю наступает вот этот самый час Х. Ждать, я понимаю, увеличения счетов или что нас ожидает? Ну, счета, по всей видимости, увеличатся в следующем месяце. То есть мы должны получить счета, их обработать и выставить. Но, в принципе, если исключить всякие нехорошие вещи, единственный способ сейчас у собственников квартир, каким образом они могут оптимизировать свою плату за квартиру, это сортировка мусора. Это совершенно четко. Это первое. И второе, счета могут быть, если жители активно включатся в этот процесс, счета могут колебаться, потому что, на самом деле, мы сегодня выставляем количество контейнеров, исходя из предыдущего опыта. а если начнется массовая сортировка, то тогда количество контейнеров для вывоза того, что называется сабидовицкий открытый, или бытовые отходы, она может очень резко сократиться, этот объем. Это первое. Второе, о чем тоже упомянули, что не обсудили, не у каждого дома можно разместить все три контейнера. Получается так, что, допустим, я знаю, девятиэтажки популярно, стена стоит там просто до тротуара полтора метра, газон и тротуар полтора метра, все, три метра, и дальше мусоропровод, который, кстати, господин Пуца собирается заварить. Только интересно, куда он контейнеры поставит, это вообще очень интересная такая история, о ней еще, наверное, надо поговорить. А в данном случае я просто призываю жителей, сортируйте. Второе, если у вас у дома нет контейнера для сортировки, обратите внимание, где контейнерная площадка. Насколько я понял правила, то на сегодняшний день сортированный мусор можно выкидывать в любой публично стоящий контейнер, независимо от того. Если бытовые отходы только в свой контейнер, потому что люди оплачивают, то сортированный мусор вы можете в любой ближайший контейнер для сортированного мусора выкидывать. Это разрешено и это ненаказуемо и тогда просто Террига должна будет заботиться о том, чтобы вывозить все чаще и чаще. Сейчас они пока в расслабленном состоянии, они считают, что один контейнер раз в две недели вывозить вполне нормально. Но я боюсь, что если народ возьмется активно за сортировку, то этого будет явно мало. Ну что же, председатель правления товарищества Центр, консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко был сегодня в нашей студии. Спасибо большое и до следующего понедельника. Всего доброго. На одной волне с городом Радио Болтком Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров